Дорожные ремонты ограничили движение транспорта. Где идут работы, а главное, когда завершатся, знает Мария Клименко. Эфир продолжит Хроника дня. Внимание, автолюбители! Из-за ремонта в городе закрыты шесть участков дорог. Водители просят заранее выбирать маршрут и соблюдать требования дорожных знаков. Так, до 24 мая будут проводить работы по проезду Сиреневой. Дорогу закроют от Колмыково до Коробова. На левом берегу ограничения коснутся улиц Калибровщиков и Станционный. До 25 числа для проезда недоступна будет западная часть Карла Маркса от Ручьева до Труда. На это же время закрыт проезд от Чкалова до Ударников, а также от проспекта Пушкина до Луговой. Престольный праздник отметят большим гулянием. 17 мая в Магнитогорске состоится Вознесенский фестиваль кузнечного мастерства «Железная Русь» в программе соревнования ремесленников, мастер-классы, концерт и полевая кухня. В Магнитогорске кузнечный фестиваль состоится уже во второй раз. Он приурочен к празднованию большого христианского события – Вознесения Господня. В четверг с 9 утра пройдет богослужение. В 11 с поздравлением гостям выйдет владыка Иннокентий, а затем начнут работать развлекательные площадки. Все это время в кузницах будут трудиться ремесленники. Для желающих проведут мастер-классы, поковки. Железо – это еще и какая-то красота. И вот как-то рассказать, что из железа можно сделать какие-то шедевры, красоту, которая может прославить наш край, рассказать о нашем быте, истории. Мы решили устроить кузнечный фестиваль. Гостей ждет также концерт, участие в котором примут городские коллективы. Предусмотрена развлекательная программа и для самых юных зрителей. Рука помощи в сложных ситуациях. В Международный день детского телефона доверия состоится онлайн-марафон. Услышать мнение экспертов-психологов можно 17 мая. Онлайн-трансляция марафона «Круг доверия» пройдет на специальном сайте. В студии будут обсуждаться самые актуальные проблемы подросткового возраста – школьные нагрузки отношения в коллективе и семье, безопасность в интернете. Отмечу, детский телефон доверия работает уже 8 лет. Его задача – анонимно и бесплатно оказывать несовершеннолетним и их родителям экстренную психологическую помощь.